всем привет вы на канале агро движ сегодня 2 апреля и снимаю очередное видео видео хотел бы рассказать и показать о том как влияет условия климатические вернее температурные на скорость развития растений у нас есть теплицы с боковым отоплением там где есть обогревом там где есть батареи с каждого края теплицы и есть теплицы без этих под и батарей там только наличие шланг отопления вдоль каждого ряда подачи и обратки вот и там где нет у нас батареи это будет первая теплица в которую мы зайдем там у нас температура ночи опускается до 12-13 градусов обычно это под утро а там где есть батареи там температура более лучше более более стандартная то есть там 17-18 градусов и посмотрим как раз влияет на скорость развития растений еще хотел добавить в то время когда я монтировал видео я нашел такую штуку в ю тубе там можно создавать голосование оказывается и давайте создадим куда голосование в данном видео примеру сейчас на экране появится строка вверху обычно по появляется экрана и там будет вопрос и варианты ответа давайте придумал я придумаю такой вопрос какая какая сейчас есть у тебя цветет давай давай сделаем такое голосование там будет три варианта первая вторая третья и у каждый выбирает свой вариант может быть кто-то стесняется голосовать скажу заранее что во время голосования там не показывают кто за какой вариант проголосовал так что можно смело ставить любой вариант и получать процент у кого какую какая кисть цветет на данный момент три варианта 1 2 3 у меня сейчас летет третья кисть давайте будем я проголосую 1 мне будет 3 и дальше вы голосуйте пошли в теплицу в которой нет бокового отопления и 2 с боковым посмотрим как отличается хотел бы показать теплицу и рассказать как условия выращивания условия климата влияют на растения и на темпы их развития вот в данной теплице у нас нет батареи отопления вот с краев видно здесь нету крайний ряд нет батареи отопления не с этого края не с того края тоже ничего нет в отоплении у нас есть только шланги лежит 25 шланга пластиковая труба решила вот она 2 2 наряд 1 и 2 1 подача друга обратка и испаряете плоти температурой вода в них градусов 55 мы нагреваем и обогревают каждый ряд персонально там на в том на другом ряду там тоже лежит видно там тоже есть подачи и обратка вот и в таких условиях у нас температура ночью опускается здесь до 14 13 радуса и вот что мы имеем нас первая кисть первое наливается уже 2 2 и 3 начинает 3 начинают зацветать так все растения довольно типичные вот первое здесь 6 подул стремлюсь обычно получить на первой кисти 45 плода так это 2 и 3 на 3 я начинаю только раскрываться 2 шмель на видно следы шмель уже поработал здесь тоже черная вот такое развитие растений без батарей ну то есть когда температура не самая оптимальная вот размер кисти размер плодов видно 2 2 и 3 тоже так же 3 только начинает зацветать теплицу максимально проветриваем второй слой пленки да вот видно раз раздвигаем каждый день чтобы теплость выходила поднималась вверх и с торцов теплицы выходила на улицу этим мы понижаем температуру чтобы не было степень там плюс 40 и опускаем влажность как высокая влажность пыльца рада слепается и не происходит опыление томатов а сейчас можно сейчас пройдем в теплицу где есть батареи отопления как они влияют на состояние растений то есть один и тот же гибрид это у нас гибрид бастина гибрид бастина и как на один тоже гибрид влияет условия выращивания в один день мы сели в один день мы пересаживали то есть все кормление одинаковое все условия одинаковые кроме кроме температуры так шмели наши летают видно шмель полетел так держите а вот эти так 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 вот еще видно как с наш с ветер довольно сильный около 10 метров в секунду 10 11 из северной стороны вот северная сторона так как что было видно вот северная ветер дует севера мы прикрыли немножко верхней фрамуги чтобы не было сильно потока ветра в теплицу а с южной стороны вот южно в этих теплицах открыли сильнее чтобы поток ветра забирал горячий воздух с теплицы и то что и быстрее и быстрее происходит вот так и быстрее происходил обмен воздуха в теплице Вот, а сейчас находимся в теплице, где есть боковое топление. Вдобавок тем шлангам, которые лежат вдоль ряда. Вот шланги лежат у нас. Одна там, вторая там дальше лежат. Так же самое, как и в той теплице. И плюс у нас еще есть батарея топления вдоль всей теплицы, там еще с торцов. И так же самое с другой стороны теплицы, у нас восточная сторона. И вот сейчас можно посмотреть, как влияет температура. Здесь ночью 18-17 градусов есть. Вот и мы имеем размер плодов, которые, можно сказать, в два раза. Первая кисть больше, вторая кисть. Третья уже заканчивает свести. Вот первая. Первая кисть. Пять же первая. То есть кисть в два раза больше в размерах. Вот она. И уже у нас заканчивает свести здесь третья кисть. Первая. Первая. Вторая. Вот здесь третья только раскрывается. Вот видно, да, как первая кисть отличается в этой теплице по сравнению с той, где нет батарей отопления. И тут получается суши климат. Более лучшие условия по влажности. И цветков, которые остались в зажатый в этих местах, практически нет. В тех теплицах, где более высокая влажность, там процентов до 10. 8-10 процентов есть. Цветки остались. А здесь, где нету лишней влажности, видно, что все цветки, вот они все висят внизу. Третья кисть уже опыленая. Видно? Такой темненький уже. Здесь был шмель. Поработал уже. Есть и растение выше. Кисти больше. Плоды более сильные налиты. Вторая кисть крупнее. Так что получается лучший стимулятор для роста и развития. Растение это климатические условия в теплице. Сегодня у нас 2 апреля. и третья кисть уже заканчивается. И четвертая. Вот-вот раскроется. Итак, мы были в теплице, в которой нет бокового отопления. Там 12-13 градусов. И где было боковое отопление, там 17-18. Разница в 5 градусов, как сильно влияет на развитие растений. Разница в цветении в кисть. Там третья, там вторая. И как сильно отличаются плоды по развитию, по наливу. На этом все. Если данное видео было тебе полезно, я опять повторюсь, поставь лайк и поделись с друзьями. И советую тебе все-таки подписаться на мой канал. Дальше будет довольно интересно. Дальше у нас появятся овощи открытого грунта. Там будем сеять кукурузу, морковь, будем выращивать лук, томат, арбуз. Арбуз еще будет привитой. Довольно будет интересно. Подписывайся и делись с друзьями. Подписывай своих друзей тоже. Чем нас больше, тем мы более дружнее. И у нас будет коллективный разум во время обсуждения той или иной проблемы, допустим, у тебя, либо у меня на участке. Тебе удачи и хороших урожаев!